Сегодня тема мирная, просто из прошлой жизни — Google Jamboard. Google Jamboard — один из бесконечных инструментов комплекта Google для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным. Ну и также следует традиции Google про Jamboard нужно знать только то, что он есть. Дальше абсолютный минимализм в настройках и управлении как бы намекает, что делать урок по нему глупо. Рассказывать тут не про что, все и так понятно, но я все-таки расскажу. Тем более, что найти как стартовать новую доску может оказаться задачей непосильной для новых пользователей и отвадить их от Jamboard. Вот этот плюсик. Дальше название доски, фон для доски и скромный набор инструментов — ручка. Собственно, что такое Jamboard? Это инструмент, помогающий в проведении мозговых штурмов или KJ Attack онлайн. Ну или всего, что требует фиксации высказываний участников процесса в виде стикеров на доске. Те, кто понимает, о чем речь, понимают, для чего нужен Jamboard. Те, кто не понимают, почитайте, например, про KJ Attack. Очень полезная практика. Вот так, кстати, можно очистить фрейм. Ну и, собственно, если говорить о стикерах, главном рабочем инструменте Jamboard, то вот так мы их запускаем. Интер отправляет стикер на доску. Можно поменять цвет. Или сделать вообще бесцветным, то есть на прозрачном фоне. Так, тут есть ориентация в пространстве, то есть передний план, задний план. К сожалению, объекты нельзя группировать. Двигать их можно только раздельно. Зато можно создать копию и удалить. Кроме стикеров сюда можно вставлять изображение. Загружать свои или, скажем, воспользоваться поиском по картинкам. Соответственно, можно увеличивать, уменьшать и даже крутить. С зажатым shift вы вращаете изображение на 45 градусов. Ну то есть 45, 90 и так далее. Так, тут у нас фигуры. У фигур есть цвет рамки и цвет заливки. И вот так мы и можем как будто бы потерять изображение, но на самом деле оно просто лежит под фигурой. Также тут есть текст. Он не привязан к рамке, то есть не меняет размер с изменением рамки, а размер меняется вот здесь. Ну и последнее, это лазерная указка. Выглядит красиво, но, по-моему, абсолютно бессмысленная вещь. Ну, разве что если вы директор, вам может быть приятно что-нибудь показывать указкой. Вспоминается и Фрейд, и школьные годы чудесные. Ну не знаю, а может и полезные вещи. В общем, если нравится, то пользуйтесь, не обращайте на меня внимания. Так, у нас тут может быть несколько листов. Добавляются они просто вот этими стрелками наверху. Сколько листов открыли, столько у вас навсегда в документе останется. Тут есть проведение презентации, связано с Google Meet и вашим календарем. Если планируете в календаре встречу с Google Meet, отсюда ее можно запустить. Не знаю, тем, кто пользуется Google Meet, может быть полезно. Я не пользуюсь. И тут минимальные настройки. Скачать PDF, сделать копию. Можно скачать изображение. Он сохранит его в ПНГ. Вот так вот. Ну и настройки доступа. Гугловская классика, читатель или редактор. Читатель только смотрит, редактор смотрит и редактирует. И все ваши доски собраны здесь, на главной. Здесь их можно переименовать, скачать как PDF или удалить. Собственно, это все, что тут есть, но больше ничего вроде и не нужно. Аналогом Google Jam является Figma Jam. Ссылка на скринкаст в описании. Посмотрите, мне Figma нравится чуть больше. Не знаю, чем. Возможно, субъективно. Но в целом пользуйтесь или тем или тем. Очень помогает в командной работе. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...